Я училась в колледже бизнеса и права, работала, училась на платной основе, распределения нету, и поэтому приходится работу искать самостоятельно. История обреченки Валерии – это всего лишь один пример жизни человека, который оказался без работы. Ситуации происходят очень много, и иногда не можешь и предположить, что все повернется против тебя. Виктория только начинает свою первую рабочую деятельность, а потому в статусе безработной пребывало небольшое количество времени, но есть ведь и те, кто месяцами не может найти работу. Для таких ситуаций появились межотраслевые ярмарки-вакансии – один из способов быстрого трудоустройства. Пообщаться со специалистами кадрового отдела, задать интересующие вопросы прямо на месте – без проблем можно во время самого мероприятия. Межотраслевые ярмарки-вакансии стали с 2019 года в городе Бресте уже традицией. Одну или две ярмарки мы проводим ежегодно. Это крупное масштабное мероприятие. Вообще работа по трудоустройству и обеспечение занятости, обеспечение кадрами предприятий города Бреста – это повседневный труд. Но сейчас на рынке труда такова ситуация, что в базе вакансий находится 3920 вакансий. Безработными в службе занятости зарегистрировано 372 человека. То есть такой дисбаланс количественный, в том числе несоответствие спроса и предложения между заявками-нанимателями и потребностями соискателей, вынуждают или, скажем так, организовывать мероприятие для того, чтобы привлекать рабочую силу извне. Накануне в круглом зале Брестского горисполкома совместно с представителями экономического сектора города прошла очередная ярмарка вакансий, где встретились работодатели 50 организаций, государственной и частной форм собственности, предприятия торговли, строительной отрасли, легкой промышленности, транспорта, здравоохранения и горожане, находящихся в поисках работы. Львиная доля – это рабочие специальности. Это водители, продавцы, кассиры, водители автобусов пассажирских. Сегодня мы видим дефицит строительных специальностей очень большой. В системе ЖКХ – это дворники, уборщики территорий, слесаря, сантехники. Вот, наверное, основной круг специальностей, который сегодня в дефиците. И, к моему удивлению, сегодня больше, наверное, 50 организаций, которые представлены на межотростливой ярмарке, предлагают довольно-таки большое количество вакантных мест, которые они готовы сегодня взять специалистов. Есть довольно-таки неплохие предложения по инженерно-техническим специальностям, с неплохой оплатой труда, которая, наверное, сегодня достойно могла бы быть оценена для тех специалистов, которые к ним бы пришли. Выбор есть. У каждого человека, который пришел искать работу, своя история. Порой не со счастливым концом. Любовь Юрчик три года проработала контролером-кассиром в магазине «Рублевский». После произошедшего конфликта с коллегой решила сменить работу. Увидев вакансию на одном из предприятий, где для нее был очень удобный график два через два, решила откликнуться. Ведь у женщин две внучки, ей так хочется уделять им внимание. Однако ей там не срослось. Я составила резюме, отправила на предприятие. То есть человек отправляет, и он идет на работу с желанием работать два через два. И указала зарплата от 800 рублей. Мне девушка в отделе кадров, специалист, сказала «Да, так оно и будет». Вот жалко, что я не взяла с собой свои расчетные. Я там проработала четыре месяца. Четыре месяца зарплаты такой я и не увидела. Понимаете? Руководитель, начальник, у которого я работала, он мне изначально сказал, говорит «Вы подумайте, зарплата у нас небольшая». Я прихожу в отдел кадров этой же девушки и говорю специалисту, что вот мне руководитель сказал, что будет зарплата маленькая. «Вы подумайте». Она мне в ответ говорит, что нет, будет хорошая зарплата. Понимаете? И я хотела работать два через два. Сегодня любое предприятие заинтересовано, чтобы к ним пришли квалифицированные рабочие кадры. Потому прямо на месте специалисты-кадровики изучали все документы, подтверждающие образование, ознакомились с биографией и предпочтениями. Заинтересованы в подборе квалифицированных кадров и представители налоговой структуры. Сегодня мы видели представление также налоговые органы, которые также для себя ищут инспекторов для работы с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Поэтому есть спрос, есть интерес. Поэтому, наверное, и наши госорганы тоже обращаются по такому формату, поиску себе кандидатов на работу. На данный момент у нас существует вакансия ведущего референта и главного государственного налогового инспектора. У нас два человека требуется на должность главного государственного налогового инспектора и один на ведущего референта. Данные вакансии пользуются спросом, люди обращаются. Однако у нас есть определенные требования, высшее экономическое образование. И также мы объясняем людям, что необходимо выполнять определенные ограничения, и поэтому часть людей отказывается идти к нам на работу. Налоговые органы ежегодно принимают участие в ярмарке вакансии, которая проходит у нас здесь в городе Бресте. И сегодняшний случай это не стало исключением. Да, присутствуют наши инспекции две, и по Ленинскому району, и по Московскому району. Основная задача присутствия наших инспекций здесь заключается в том, чтобы люди, которые не смогут найти свое предназначение в выбранной профессии, они могли бы обратиться к нам, а мы в свою очередь разъясняем, что есть выход. Можно быть плательщиком налога на профдоход с определенным видом деятельности и рассказываем, как легко и просто это сделать. Либо кто-то станет самозанятый с уплатой единого налога. Также есть еще вариант ремесленная деятельность, поэтому наша задача прежде всего здесь людям рассказать и объяснить, что есть выход. Всем известно выражение «без труда не выловишь и рыбку из пруда». Потому, чтобы найти себе работу, нужно посещать ярмарку вакансии, интересоваться у специалистов по любым вопросам, что, собственно, и сделала Валерия Белошук после поисков и рассмотрения различных вариантов. Данную ярмарку я нашла в интернете, увидела объявление. Данная ярмарка очень полезная. И очень много соискателей, представителей разных вакансий, работы. Все подробно рассказывается. Зарплату стабильную обещают, обучают. Уже смогла найти работу по специальности и от центра занятости трудоустроиться. Особенностью ярмарки 2023 года является то, что представлены вакансии в милиции МЧС таможни. От технических специальностей до профильных специалистов. В своих рядах мы традиционно ждем инспекторов таможенных постов непосредственно на границе, а также в ведомственных пунктах таможенного оформления. Для этого требуются специалисты с высшим образованием, специалисты таможенного дела, экономические, юридические дисциплины. Приветствуются также инженеры, информационные специальности. Приглашены на данное мероприятие для того, чтобы осветить гражданам, расширить их кругозор в плане военной службы, рассказать возможности, приоритеты, какие социальные у них гарантии при этом будет, заработная плата. И все нюансы, которые сегодняшняя молодежь и люди, которые уже желают тоже послужить в вооруженных силах, мы здесь готовы осветить более подробно. Также мы рассказываем, где имеются вакантные должности при желании молодых людей, какая специальность, какая подготовка нужна. Хочешь работать – ищи работу. Не нужно придумывать себе оправдание, а просто стоит начать и идти к цели.